Всем привет, дорогие друзья! Я вам представляю, я вам представляю стойку для подвешивания лесопеда, конкретно Якамур-Апач, ну можно там чего угодно подвешивать, даже, ну неважно, не будем сейчас об этом Стойка! Инженеры Наса куриц в сторонке, как говорится, сделано все как, ну вы знаете, четко в натуре класс! Вот такая вот стойка! Значит, благо, что у меня здесь цокольный этаж есть, и вот такое большое творилу, да, ну из двух частей состоит В цокольный этаж спускаюсь, я поднимаю только одно творилу, так что если здесь на этом что-то висит или машина стоит, ничему не мешает Делал так изначально 7 лет назад, оно так и работает Крышка из профильной трубы 40 на 20, стенка 2, много поперечья, много всего 15 или 12 УСБшка, ну не суть важна, тут главное, чтобы было вровень выпирало, как говорится Лучше бы я эту стойку сделал тогда, когда купил лесопед Потому что, когда занимаешься с лесопедом, ты занимаешься, по сути, на полу, на полу, как дурак Ну, неправильно, неправильно Я в интернетах видел у людей, там, кто ремонтирует, там, делает что с лесопедом, у них стойка есть Но стойка у них такая, никакая, там, две поперечины на колесах, ну, то дичь, короче, мне не подходит, как бы, и фиг она выдержит такой тяжелый лесопед И было принято мною решение сделать четко в натуре класс, то есть стойку своими руками из говна и палок за шапку сухарей К обзору конструкции Здесь мы видим центральную трубу 40 на 40, стенка 2, по-моему, или 2,5, ну, это не суть важно Вот она у нас идет, идет, идет То есть я ее, сейчас, кстати, высоту померю Высота всей конструкции метр пятьдесят пять Вот у нас стойка, она идет, идет И здесь из тройки фольги вот такая пластинка Укосин полно сделал Профиль 20 на 20, толщина 2 И вот это все, как бы, надежная конструкция Я думал, что мне для нее укосин не надо будет делать Но потому что там к профилям крепится Здесь все это довольно-таки тяжелое Здесь все жестко Но, как выявилось, она качалась Она качалась Я начал сходить с той ситуацией Качало большинство вот в эту сторону Я сперва сделал одну укосину Вот так вот выглядит эта укосина И вот сюда ее тоже в профиль воткнул Но! Теперь вот это вот качание теперь жестко Теперь она вот на меня начала качаться Пришлось сделать вторую укосину Здесь труба 20 на 40 Здесь труба 20 на 20, стенка 2 Тоже в профиль все закручено И вот теперь после этих укосин Стоит просто мертво Просто мертво стоит В общем, без укосин никуда Но главное, что они не сильно выпирают То есть я хожу Мне ничего не мешает Я ни об чем не задеваю Это важный момент Потому что если бы были вот эти рога Во-первых, было бы очень неудобно Бился бы об них постоянно В общем, вот так Это значит основание у нас Теперь центральный кронштейн Так сказать, на который и кладется Сама, так сказать Вот эта вот рама Как бы, ну, все подвешивают Как бы за эту сторону Ну, и я как бы так сделал Я вам в видео покажу, как я это все вешаю Труба 40 на 40 Здесь две пластины приварил Вот эта вся конструкция Она у меня может опускаться Кратно 10 сантиметрами Но я же точно не знал, как, чего Но в итоге, как я попользовался Мне очень понравилось Вот в таком положении Очень удобно работать стоя с велосипедом И вот в самом нижнем положении Как раз вот здесь вот, да Очень удобно работать сидя с велосипедом Ну, то есть, как говорится Лига регулировок полно в этом плане Поэтому, да Если видите Без 3D принтера просто никуда Из ТПУ пластика, которую я печатаю Брызговики Вообще Такая хрень получилась Вообще не разорвать Вот совершенно Стенка 3 миллиметра Я сделал Она на этой перекладине Которой прижимается рама сверху И вот на этой перекладине И вот здесь кусочек И вот здесь кусочек Не дай боже не поцарапать Тут еще тоже какая система Вот эта вот вся фигня Специальная на стяжках Для того, чтобы ее можно было переворачивать Если вдруг здесь сотрется Что-то произойдет У меня еще 3 стороны Куда я могу развернуть Ну, так задумывалось Как говорится Ну, сверху заглушечки 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 Ну, все по фэншуям Здесь, если видно, тоже ТПУ пластик То есть Чтобы не поцарапать Это вот важный момент Здесь дополнительно тоже С ТПУ пластика Вот такая фигня Она вот легко снимается Сделана специально, чтобы она легко снималась Легко одевается Потому что она Она служит упором Для звезды и для Ну, с другой стороны Тоже упором Для того, чтобы не поцарапать Лесопед То есть А поэтому я ее могу На любую высоту Ставить То есть Здесь, например Она стоит Если у нас в этом положении Вот здесь Она переставится Вот сюда Чуть ниже Если у нас будет Велосипед ниже Все сделано для того, чтобы не поцарапать Потому что поцарапаешь Все Потом Будешь обретать скорбь Нам это не надо Но Вот этот кронштейн Это все хорошо понятно Мы тут лесопед повесили Как бы закрепили И все Но он Мотыляется вот так Вот хоть ты что делай Из-за чего? Да все из-за того Что у нас здесь Ничего плоского нету У нас здесь все полукруглое Снизу все полукруглое Ну, шо это такое? Ну, нельзя закрепить Чтобы оно не вихлялось Но Вот эта конструкция Я не считаю ее особо силовой Как бы, да Ну, оно может быть и силовое Но Перестраховаться надо Я же перестраховщик еще тот Таких еще поискать Поэтому Я считаю, что крепление Только за это место Ну, нецелесообразно Опасно Досадно Ну, ладно Самый главный момент Что у нас есть вот этот упор Заводской уже Который как раз таки Входит в центр Вниз рамы Где вот вся вот эта вот Общая нагрузка у нас расположена Это важный момент Поэтому Этот упор Тоже нужно использовать И как раз Он не даст мне Вихляться лесопеду Вот такая была хитрая конструкция Сделана для фиксации Данного упора Ну, из профильной трубы Что было, то и было Сорок на сорок Тридцать на тридцать Уголок Пятерка Плюс десятка Упор И здесь все это Через резиночку Фиксируется Почему с двух сторон? Потому что Велосипед можно будет Переворачиваться На одну сторону И на другую сторону Когда нам не нужно Звезды настраивать Там Переключение скоростей Мы вешаем вот так Когда нам надо работать Со звездой Со всей этой фигней Мы его переворачиваем Соответственно Когда мы его переворачиваем Он в другую сторону Должен упираться И весь вес лесопеда Фактически опираются Вот на эту жесткую конструкцию Это важный момент Но лично я так думаю Но лично я так хочу Что было ненадежно Крепление только на этом Мне просто не нравится Не подходит Неудобно И досадно Ну ладно Итак Давайте сейчас я вам покажу Как я сюда выгружаю лесопед Конечно же можно Нужно надорваться И пытаться Как-то страдать Поднять его Вот на эту высоту Чтобы вы понимали Да Какая это высота Да То есть надо вот это вот Поднять вот судой Вручную Но Раз можно попробовать Два Там руки испачкать Там еще что-то Кого-то из соседей позвать Ну То бред Если бы я не было Вот этой лебедки Над лесопедом Да Я бы даже С этой конструкцией Может быть и не заморачивался Итак Давайте покажу Как я его Выгружаю Вот судой Вот у меня есть Вот такая лента Я ее на машинке Прострочил Ну вот такие ушки За которыми мы будем Лесопед поднимать Опять-таки Чтобы не поцарапать Когда вешаем Лесопед Сиденье Нужно сымать Ну чтобы его тоже Не поцарапать Но оно мешает Оно как бы мешает Итак Смертельный номер Елки зеленые Секунду Так Болтик не выкрутил Бывает что Бывает Сразу можно Резиночку Поставить Как надо Окей И все это дело Опускаем Сейчас Ну в принципе Все Так Не все Вот так вот Все Все Ну я за кадром Тут Закрепил Болт С гайкой Через резиночку Ну Можно через резинку Можно вообще напрямую Чтоб жестко было Еще И так он вообще Стоит он максимально жестко Вообще практически не качается Но И сами понимаете Зажим здесь Мертво Зажим здесь Мертво Как здесь Планка С двумя такими Лютыми болтами Резина ТПУ Я опять-таки повторю Прижимает так Что во-первых Не повреждает И Фиксирует Четко Ну такая Конструкция Опять-таки Говорю Весь вес Сейчас Вот здесь Здесь просто Упор Так сказать От проворачивания Ну здесь тоже Вес немножко Распределяется Но основной Вес Снизу И вот эта Резиновая Торна хлопочка Из ТПУ Пластика Здесь я себе Меточку сделал Для того Чтобы знать Где ее Располагать То есть Она защищает Звезду от Того Чтобы она не Поцарапалась Но то логично Если видно Идеально По центру Стоит То есть Вообще Идеально Идеально У меня сперва Было Немножко Смещение Я потом Этот кронштейн Переделал У меня теперь Идеально Все соосно Вот теперь Все четко А в натуре Класс Вот здесь Заглушки Еще надо Поставить Это у меня Они есть Здесь вот Такая вот Лютая шайба Из пятерочки Да Но не из магазина Пятерочки Стали пятерочки Или четверочки Ну не суть Здесь болт Болт идет Напрямую Оттуда Здесь Варен Там Варен И здесь То есть Цельной болт С жесткой Российской Не пластилин И вот такая Конструкция Жесткость Конструкции Меня более чем Устраивает Вот когда я все Доделал Особенно ниже Не упор Чтобы он не качался Как маятник Да Ну в общем Это вообще четко В натуре класса Вы не представляете Как удобно Что-то с велосипедом Делать вот В таком состоянии Да Ну это просто Капец Как удобно Я сейчас Ставлю ролик Где я менял колодки Правда у меня было Чуть в нижнем положении Да Велосипед у меня настафили Ну и решил я все-таки Себе Эти родные Дерьмовые колодки Поменять на керамику Ну тем более С вилкой было в подарок Две тормозные колодки Ну что не поменять Хочу интересно Посмотреть Как они Что они Может они вообще вечные Но это не точно Так что сейчас Подкину здесь Подкину там И буду поглядеть Ну вот эти колодки Которые в комплекте В подарок Так сказать Вот такая вот модель У них Типа считается керамика Да Ну выглядит конечно Интересно Сейчас старый снимем Посмотрим Мне еще нравится Что здесь очень плотно сидит Эта пружинка И она не вылетает Удобно ставить Потому что На других Оно как-то все Вылетало Ну и тут Два шплинта В комплекте Все нормально Вот так у меня Выглядят задние колодки Ну Как бы Неравномерный Немножко износ Ну такое Так вот Первая Вот вторая На второй Как бы получше Ну вот видите Да То есть там Это типа Наверное органика Там меди очень мало Ну то есть Ее практически нет И еще Как бы километров Триста И там что-то Про таркториста Поэтому Сразу поменять Лучше Ну тем более Говорю Вот эти в подарок Были Как видите Толщина Нормальная И там вон Керамика Ну че Все ставлю Поеду Потом расскажу Как оно че Ну в любом случае Ну это будет лучше Передние колодки Ну еще Живые Да Ну просто Будет лежать В запасе Ну знаю Что родные Говнецо Я уже говорил Вот это вообще Кусок отломанный Это не я Отломал Так было Ну я говорю Здесь еще раз Повторяю Меди Очень нет Ну и Еще тоже Немаловажный Эффект Здесь цвет Какой-то Золотистый Здесь черный А новые колодки Зеленые Подсветки Каморки Ну это там Зеленый Здесь зеленый В общем Все по феншую Так это задние Отрегулировал Все Продул Весь механизм Компрессором Почистил Обезжирил Сейчас еще диски Обезжирю Ну все надо делать И Правил здесь диск Вот таким ключиком Мое печенье Да Из нержавеечки В одном месте Нужно было Чуть-чуть его подогнуть И это очень удобно Делать Так сказать На мои приспособия Еще не покрашенные Сейчас покрашу Ну и спереди Тора Зелененькая Штифты хорошие Жалко что они Нержавейка Но ко мне идут Нержавейка Так на запас Здесь диск Не правил Тора все продул Почистил В общем все Колодки понравились Я думаю что будут Служить долго Если бы я эту конструкцию Сделал Когда я велосипед Купил Я бы столько времени Сэкономил Потому что Здесь подошел Спокойно открутил Стоя Как фактически Подъемник Грубо говоря Для автомобиля есть А здесь для лесопеда Во-первых Спокойненько все открутил Даже можно сидя открутить Спокойно колесо На себе отдал Значит посмотрел Что у нас там С тормозными колодками Взял Поменял Удобное все Что-то надо Крыло подрегулировать Проводку надо провести Пожалуйста провел Но проводку Обычные Я когда их провожу Я чуть его ниже вешаю Чтобы удобнее было Чтобы до руля Не скакать было Надо колесо снять Открутил Снять Надо поставить Поставил Надо что-то с фарой Сделать Сделал Нужно какие-то работы С вилкой произвести Снять ее Дай прочее Снимай пожалуйста Снял пока что-то делал Потом захотел С колесом позаниматься Снял колесо Что-то делаешь У тебя здесь пол свободный У тебя ничего не упадет Потому что у меня Сколько раз было Что он Когда я что-то занимаюсь Он чуть ли не падал Ну вот Благо у меня там диван Он на диван валился От того что Ну должно быть закреплено В этом положении В принципе Можно и поменять Втулки маятника Здесь у нас Конструкция это есть Это у нас Чуть-чуть Грубо говоря Отодвинется Здесь позволяет Это место Его чуть-чуть сюда сдвинуть Поменяв втулки Задвину Ну тоже решение вопроса Потому что Здесь у нас Конструкция Жесткая Оно никуда Ни туда Ни сюда А здесь мы В принципе Ослабили И сдвинули Потому что Нам позволяет Этот механизм Сдвинуть Вот эту часть сюда Например Для замены втулок Ну и всего остального Ну в общем Ой Как я рад Этой конструкции Прям ну Супер В общем Что хотел сказать Просто по пневме Да Есть много Вариантов этих пневм Но если покупать У правильного продавца Изначально Вот эта гайка Идет Уже металлическая Это очень хорошо Видно по ней Да И она прохладненькая Вы много На ютубе Можете увидеть Видосов Где опятые Там надо обязательно Менять гайку Вырывает И вот это Все Надо у правильных Поставщиков Опятые брать И тогда Не надо никаких Гайк менять И прочее С завода Все четко В натуре Класс Ну это так Просто вам Для информации А то В интернете Палмо видосов Где на опятых Меняют гайки Зачем-то Купил на Али Нормальную Опятую пневму Уже с металлической гайкой И не морочить голову Вот и все Вот эту стойку Я назову Апач 1 Ну Второго не будет И так отлично Ну сами посмотрите Сколько снизу места То есть Ну просто Вообще Можно С велосипедом Заниматься Ну со всех сторон Опять я говорю В таком положении Нельзя заниматься Со звездой Видите да Берем велосипед Переворачиваем его Этот упор У нас упирается Сюда И здесь у нас Теперь эта звезда Будет И все То есть Зависит от того Что как чего Будете делать с велосипедом Конечно Вот эту площадку Можно было сделать Длиннее Как раз на уровень педали Но все равно Даже если бы Если она вот так стояла Все равно Было бы неудобно Педали крутить Понимаете да Поэтому с педальным узлом Я перекидываю на ту сторону И работаю все четко Ну я вам сейчас Не буду его перекидывать Опять туда-сюда Как бы это Та еще забота Ну вот он Припылился уже У меня немножко Ну ничего страшного Ничего страшного Давайте я немножко С другого ракурса покажу Ну вот такая вот стойка Для якомурки Ну круто же Круто Если хочешь сделать хорошо Сделай сам Все Других вариантов Просто нет Ставится эта стойка За три минуты Снимается стойка За три минуты Шесть болтов на тринадцать Выкрутить Вот этой вот фигней дешевой Не реклама нисколько И все Убрал Вон хоть Хоть на цокольный этаж поставил Хоть вон туда В угол куда-то Неважно Надо поставил Пожалуйста работаешь И благо конечно Что лебедка Это просто выручает Ну и давайте Я сейчас покажу Как я его снимаю Ну чтобы вы видели Как я его вешаю И давайте покажу Как я его сымаю Чтобы была какая-то Законченность что ли Первым делом Конечно Откручиваем нижний фиксатор Ну что Все быстро делается Одним движением руки По сути Ослабили гаечку И сняли фиксатор Все Он у нас с резиночкой Ничего у нас не поцарапалось Его можно выкрутить Сразу Полностью Чтобы он не мешался Все Сняли Дальше Там рукой уже Все можно Выкручивать Опять я говорю Сиденья нет Оно бы немножко мешало Хотя и с ним В принципе можно Но Лучше как говорится Без него Так Все Сняли Никакого повреждения На ТПУ Резине нет Как видите Небольшой след есть Но Ничего не провалился Ну 3 миллиметра Толщина Окей Все Все Как видно Как видно Абсолютно Никаких повреждений Нету нигде Здесь у нас тоже Все отлично Ну а теперь Отворачиваю болты Чтобы снять стойку Сорян за съемку Но Как говорится Все Одной рукой Ах он туда И вот последний болт О Все Минута 42 секунды Чтобы снять Все Ну открутить точнее Все 6 болтов Болты Что важно Это Российского Производства Что то там 5.0 Твердость Но Не совсем Пластилин Поэтому Все Одинаковые Все По сути Готово Стойку Можно Переносить Куда хош Здесь Все 6 дюрок Которые Заворачиваются Точно такие же болты Только с крестом Я здесь специально Фасочки снял Ну я думаю Видно Что я фаски снял Чтобы дюрок не было Ну поняли Да Поняли И хочется понять Сколько же она весит Сейчас свои модные весы Достану Взвешу Обнуляемся Все 0 килограмм Вот у нас это Такие модные весы На полтонны Подымаем Видите Подняли Так Итого 7.5 килограмм Весит Вот эта вся конструкция Но жесткости в ней Килограмм на 50 Потому что Данный лесопед 41 килограмм Весит А Самостойка 7.5 Да Ну вот Устаканилась 7.60 Ну Не тяжелая Легенькая Но компактная Да Такие дела В общем Решил я поменять Все таки Заднее сидение Не хотелось бы Но Деваться некуда Я на нем Не могу ехать Как бы Продолжительное время Ну два часа нормально А потом уже хочется Как-то назад съехать Но я в видео говорил уже Оно хорошее Оно все равно лучше Чем у других Это факт Но Продувание в середине Нет Пипка тут Выпирает Как бы Ну Здесь зачем-то Тряпка Короче Ну пылесобиралка Ну не меньше Как говорится Но оно было кривое Косое Я вот этот вот Кронштейн правил Ну я в видео говорил С не говорил Говорю сейчас Если кто не видел То есть Ну В принципе Это рабочий вариант Но Хотела что-то Покомфортнее Да Вот 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 это сидение Это должна Была быть Первая покупка К данному лесопеду Вот это сидение Вот это А не вот это вот Вот это А не вот это вот Значит Что по весу Просто Если кому интересно Родной весит 800 грамм С копейками Это весит Ровно килограмм Разница в 200 грамм Но комфорта Здесь Вообще Ну просто не передать Давай сейчас Поближе Расскажу Покажу Ну ставится все просто Никаких проблем Но Как говорится Нужно доработать Напильником У меня на канале Рекламы нет Поэтому Эмблема Заклеена Значит Оно больше Чем родное Да Кажется Что прям Много Но немного По длине Где-то Примерно На 2-3 Сантиметра И здесь 2 сантиметра Плюс здесь 2 сантиметра Плюс здесь То есть Ну не так Сильно Ширше Есть такие сиденья Еще ширше Но то нам не подходит Как бы чуть-чуть поширше Это хорошо Это прям супер Но главное Что вес прям небольшой Это да Так я сейчас старый уберу Нет конечно Этого долбаного Слава тебе господи Катафота Нахер он не нужен Да Нужно понимать Это Китай Понимаете Лютый Китай Как говорится Прежде чем Что-то делать С сиденьем Нужно открутить Вот эту Пластиковую рамку Обязательно Снять Фаски На пластике По всему Периметру Иначе Вот этот вот Чудо-корзам Просто у вас Порвется Потому что Края острые Просто капец Я как бы Я же говорю Я китайское знаю Поэтому я китайское Все разбираю Понятно Да Здесь тоже куски Корзам Торчали Ну я облагородил Все Но вообще Сделано хорошо Здесь все хорошенько Степпером пробежались Еще и проклеили В общем Сиденье Прям Ну вызывает Просто Мое уважение Самый главный момент Memory foam Комфорт Да То есть Пена здесь С эффектом памяти Это первое Значит Ну и с этой стороны Тоже написано Все Так Давайте ставить Что я хочу сказать По этому сиденью Когда Я первый раз На него сел Я вставать Уже с него Не хотел Вы не представляете Насколько Это просто Комфортно Я просто Ну не знаю Как это объяснить Это настолько Мягко Чтоб вы понимали Да Здесь пипка Вот так торчит Может мешать В каких-то местах Здесь она меньше Гораздо Ну Я не знаю Как вам показать Но я думаю Видите Да Форма у него Совсем Другая И конечно же Вот эти вот Впадины Ну прям Просто идеальны Для пятой точки Вы посмотрите Какая красота То есть В нем сидишь Как влитой Вот эти небольшие Выемки Ну их видно Да Ну прям вообще Комфорт Ну прям вообще Я вот Сел на него Я минуты две Не вставал Я так кайфовал Еще раз говорю Нисколько Не реклама Как говорится Думайте головой Не надо за мной Ничего повторять Я просто показываю То что я Себе делаю Не факт что Оно вам понравится Еще раз повторяю Что никто не понимает А то сразу побегут Там начинается Это все Еще немаловажный эффект Ну врачи могут сказать То нельзя Там продувание И все Но летом Будет Попрохладнее Малеха Да Так как здесь У нас есть сеточка То есть воздух Будет заходить И немножко нам Так сказать Кое-чего Охлаждать Надо это Не надо Но я В сильную жару Опять-таки Горю Не ездил Я не знаю Но как бы Мне кажется Если будет жара По 30 градусов Эта хрень Немножко-то Комфортнее будет Таких сидений Есть несколько вариантов Есть новая версия Есть старая версия Я за старую версию Старая версия Имеет Красные вот эти полоски Да В новой версии Они серые Там или черные Понимаете Черные по-моему Я за старую версию Новую версию В руках не держал Но видел Что она все-таки Немножко отличается Как правило Китайцы Сперва делают Хорошие вещи А потом Начинается Начинается Экономия Вся херня Далеко ходить Не надо Пример Передняя вилка Вот передняя вилка Старого образца Так сказать Да С нормальным весом Легенькое Все С креплением легким Все Потом они стали делать Их ближе К стандартным вилкам То есть Здесь добавили металл И прочее Не знаю Может быть были Проблемы о том Что здесь что-то Отламывается Но это нам Не надо на них Скакать Вот И плюс еще Дырку здесь Не сверлят уже Ну-то блин Такое себе Да То есть Вот пожалуйста Китайское То есть Выпустили на рынок Хороший какой-то Продукт Люди Прочухали Начали брать А потом Начинают Всякое Говнище Выпускать В том плане Экономить На всем А то и делать Хуже Ну вот Поэтому я гнался Именно за Старые версии Я у Китайца Спросил Ну-ка Скинь-ка мне Фотки перед отправкой Прежде чем я буду Заказывать Он скинул Мне подошло Я вижу что Старая версия И я его заказал Вроде бы Кажется Оно каким-то Громадным В отличии от родного Опять я говорю Увеличено Всего Вот на столечко С этой стороны Вот на столечко С этой И чуть-чуть Вот здесь Ну смотри Откуда брать То есть Всего чуть-чуть Но комфорт Оно дает Это просто капец Сзади тоже Все нормально Ничему не мешает Ну в общем Установил я у себя Его так же Как предыдущая С тем же наклоном Оно тоже регулируется Туда-сюда Наклон и прочее Ну кронштейн То родной В общем вот Ну Мне подходит Вам не знаю Так Если вдруг Кому-то Чего-то По якомурке Надо Почта В описании Пишите Сделаем Спицы Брызговики И прочее И кстати Есть новинка Есть новинка Ну и ключ Подарочный Это само собой Разумеется Собственное изготовление С накаточкой Вот такой Все Для снятия Переднего и заднего Колеса Потому что там у вас Будет гайки Обе на 17 Вот такое Красивое Новинка Апач Смазка Для Мотор-кулеса Где Пластиковые Шестеренки Срок годность До 05 27 Здесь Я Закладываю 20 грамм Даже больше Чем я В мотор-колесо Кладу Ну просто С запасом Вы же не будете Со стенок Соскребать Как бы Так что Теперь Я могу Эту смазку Вам отправить Ведь те Кто у меня Дорабатывает Велосипед Можно купить В запас То есть Я в эту банку Кладу Либо 20 Либо 40 Грамм То есть 20 грамм Это для Одного раза 40 грамм Это для Двух раз Периодически Мотор-колесо Шестеренки Нужно смазывать Через Какой-то 5 Может быть 10 тысяч Километров Чтобы Как бы Не искать Эту смазку Где-то Что-то Как-то Чего-то Чего туда Мазать Время Каждый раз Присылать Для Смазки Правильно Правильно Поэтому Смазать Вы и Сами Сможете Поэтому Можно Купить У меня Вот Эту Смазку В принципе Отсыплю Сколько Хотите Но Как бы 20 40 Грамм Оптимально То есть Именно Вот Эту Смазку Я кладу В мотор Колесо Людям И себе Как говорится Испытано На себе Вроде Пока Все В порядке Так что Смазки У меня Много Если Кому Надо Выгодно Конечно Тем Кто Брызговики Заказывает Можно Купить Ее То есть Доставка Там Будет Никакая Либо Кто Велосипед У меня Драбатывает Я буду Всем Предлагать Эту Смазку Пусть Оно У них Будет Но Велосипед Жена Не Полгода Не На Год Правильно И Сами Смогут Мотор Колесо Разобрать Там Че Сложно Просто Смазку Поменять Или Добавить То есть Преимущество Этой Смазки Что Она С родной Смазкой Будет Смазываться Без проблем Которые Я Меняю Понимаете Вам Не Надо Там Будет Че Прочищать Че Довольно Легко И Просто И Вот Так Вот Она Выглядит Ну Здесь Вот 20 Грамм Апач Вот Так что Если Кому Надо Пишите Электронная Почта Пишите Комментарии До новых Видоса Дорогие Друзья